В эти дни в Норде проходит традиционный ежегодный турнир всероссийского проекта «Минифутбол в школу». В соревнованиях принимает участие 20 команд из окружной столицы и поселка Искатели. Они определяют лучших в четырех возрастных категориях. Итоги состязаний подведут на этой неделе 11 декабря, сразу после проведения решающих матчей. Мой коллега Иван Кутейников побывал на игре ребят 2005-2006 годов рождения между футболистами второй городской школы и сборной поселка Искателей. С точки зрения турнирной борьбы этот матч уже не имеет особого значения. Команда поселка Искателей по итогам предыдущих игр досрочно забронировала за собой первое место в группе. Впрочем, поединком для галочки это противостояние назвать нельзя. Все-таки подобные турниры с участием школьников в регионе проводят нечасто, а матчей не так много. А потому для ребят и тренеров важен каждый из них. На правах фаворита команда Искателей открывает счет уже в начале встречи. Но какого-то ощутимого игрового преимущества у лидеров нет. Чуть позже футболисты второй школы не только догоняют соперников, но и выходят вперед. 2-1 по итогам первого тайма в пользу сборной второй школы. На вопрос о том, за счет чего они собираются удержать преимущество, ребята отвечают просто. Выбивают матч и вратарь, чтобы тащил. Есть уверенность, что выиграете этот матч? Мы уверены. Ну а спортсмены из поселка Искатели анализируют первую половину матча более детально, но также знают, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию и переломить ход противостояния. По тренерским установкам немножко наши ребята не выполняют всю основу, которую дает тренер. Какие именно установки не выполняются? Допустим, тренер говорит нашим игрокам, чтобы вот вратарь закидывал на ворота, а игрок стоял перед вратарем, мешал ему. А тем самым получается, что защитник накрывает этого игрока, и у нас ничего не получается. И вот сейчас будем пытаться как-то это исправлять. Проект мини-футбол-школы в Заполярье, он реализуется с 2007-го. Едва ли не единственная возможность для местных мальчишек получить шанс выступить за пределами региона. Поэтому в турнире всегда участвует большое количество команд. И действительно, наши спортсмены отправляются на выездные турниры не просто отбывать номер, а каждый раз стараются навязать серьезную борьбу с соперником. Более того, у окружных школьников уже есть успехи и на всероссийском уровне. Становились неоднократными ребята-победителями Северо-Запада. Выезжали на финалы в город Москву. Там себя неплохо показывали. Самый лучший результат, конечно, у нас второе место на финале этого проекта в городе Москва. Это когда было? Это было, ну не соврать, наверное, в 2014-2013 году. Точно сейчас не помню, да. Поэтому, что люди хотят, тем более футбол-спорт номер один, и детей очень много желающих заниматься этим видом спорта. В этом году от нашего региона в следующем этапе соревнований примут участие победители всех возрастных групп. То есть на турнире Северо-Запада, который пройдет уже в следующем году, Ненецкий округ представит сразу четыре сборные. Что касается итогового результата матча между командами второй городской школы и поселка Искателей, то победу все же одержали последние. И подтвердили, что свою группу они выиграли отнюдь не случайно. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье.